Здравствуйте! В эфире программа по существу. Тема нашей беседы – пожары в республике. Статистика этого года удручающая. Регион находится в десятке по количеству погибших от огня. Такова статистика по стране. В чем причина пожаров и как с ними бороться, мы поговорим с Николаем Петровым, заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чувашской республике. Николай Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Если переходить на пожары, давайте я начну с прошлого года. Если брать на 100 тысяч населения, потому что будет наиболее оптимальное соотношение, покажет количество пожаров погибших по России, то мы по Приволжскому округу идем на 14-м месте по количеству пожаров, то есть наименьшее количество пожаров на 100 тысяч населения. По погибшим мы идем на 9-м месте. Если брать Россию прошлого года, то мы выходим на 81-е место по количеству пожаров на 100 тысяч населения. И по погибшим на 50-м месте. Но вот в этот год нам действительно очень тяжело задался, начался. У нас уже 18 погибших людей, из них трое детей. И по проценту соотношения роста пожаров мы находимся на 23-м месте по России. И по количеству погибших, правильно вы сказали, мы идем на 6-м месте. Где чаще всего происходят пожары? На производственных объектах, в жилых помещениях? В основном пожары происходят в жилье. От 75 до 85% пожаров по России в целом, как и в Чувашии, происходит в жилом секторе. Самый проблемный сектор – это жилой. С чем это связано? Ну, в основном связано с тем, что у нас законодательно закреплено требование о выполнении требований пожарных запасов на объектах экономики, объектах надзора, производства, торговли, объектах соцзащиты, школы, больницы. Как бы минимальные требования предъявляются частным домам, индивидуальным, квартирным, жилым домам. Основные причины возгорания все же какие? Основные причины – порядка 50% пожаров происходят по причине, неостороженном причине с огнем. То есть граждане – халатность, это курение относится, это игра со спичками, зажигалками детей в частности. Это относится к разъединению костров в неположенном месте, близко здания сооружения, противопожарных разрывов между зданиями. Вот основные причины – это 50%. Если брать по электроустановкам, порядка 20% – это каждый пятый пожар происходит от электроустановок. Старые электрические сети, износ оборудования электрического, допустим, не только силовой, даже те же телевизоры, те же кипятильники, чайники. Устройства, которые отопительные имеются, до сих пор работают без устройства защитного теплового отключения. Это старое оборудование. Ну и до 20% пожаров – это обычно от печей. Печей – это бани, это отопительная печа в домах, потому что не все могут себе позволить газом отопливать свое имущество. Вот основные причины. С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Расскажите о них подробнее. Правила вступили, да, но мы не говорим, что они полностью изменены. Нет, они сделаны на основании предыдущих правил пожарной безопасности, которые действуют до 1 января этого года. Основные требования касаются того, что вот, ну если так пробежать 5-6-7 пунктов. Первое – ограничивается нахождение детей в подвальных и цокольных этажах. Зданий, квартирных домов, общественных зданий, любого назначения. То есть нельзя там находиться в группах кратководения пребывания. Детский садик нельзя в подвалах и цоклях. Раньше это не было говорено жёстко, сейчас жёстко говорено. Запрещено, допустим, какие-то, устраивать игровые помещения в подвале цокольных. Запрещено проводить утренники, дни рождения запрещенные. Вот, но это не говорит о том, что мы возьмём сегодня и начнём всех выгонять с подвала. Нет, требования, соответственно, на те здания и сооружения, которые вот будут строиться, вводить эксплуатацию с этого года. Введён запрет на установку решёток на окнах, приямбок, под этот подвал, цокольные этажи, которые являются эвакуационными путями. Раньше можно было заградить, последние 17 лет, всё решётками подвал. И запрыгнули на это. Теперь, чему обязаны это требование соблюдать, и гражданин, и собственник обязан, и решётки, где являются пути эвакуации дополнительные, аварийные, они должны быть без решёток. Вот это требование появилось очень хорошо. Появилось несколько разделов. Не было раньше раздела перехотиннические изделия, то есть переверки по-другому. Это было по словам правительства, но которые часто не применяли. Теперь есть целый раздел, посвящённый перехотинническим изделиям. Где можно продавать, когда, где можно запускать. С первого ныря 2021 года запрещена установка печей отопительных кустарного производства. Что это говорит? Это говорит о том, что печи, которые изготавливают в гаражах, там всякие производственные, такие неофициальные, всё должно быть исключено из продажи и установки. Также у нас появилось требование насчёт газовых приборов. Этого требования с 2003 года не было. Сейчас мы наблюдаем, в том числе после вот этих взрывов, которые были в России, за газовыми приборами. То есть газовый прибор должен быть исправен, обслужен, специализированной организацией. Не должен быть запах газа. Устройство защитного отключения должно быть при появлении газа. Вот это требование сейчас с Нового года возложено тоже на инспектор государства пожарназора. Добавлено требование про посадку крупногабаритных деревьев, кустарников. То есть деревья на квартирах жилых домов между проезжей частью вдоль подъезда и самим домом сажать запрещено теперь правилами, чтобы нам не мешало работать в цели тушения пожаров и спасения людей. Устанавливать лестницы, автолестницы. Вот это мы тоже будем жёстко следить. И даже если имеются старые деревья, будем выдавать всё-таки предписания, чтобы они эти деревья сносили. И сажали только кустарники. Запрещено с Нового года на балконах, лоджиях, переходах, воздушных зонах, на квартирах жилых домов пользоваться открытым огнём. Вот такого запрета раньше не было. И доходило до абсурда, что люди даже на балконах готовили шлыки, допустим. Дрова разжигали в мангале. Сейчас это требование полностью запрещено. Более того, в зданиях жилых многоквартирных домов, в зданиях жилого назначения запрещено пользоваться без присмотра источники, открытые огнями. Это спички, это сигареты. Появилось требование поразведения костров. Раньше этого правила вообще не было. Земли общего назначения, земли населённого пункта, земли сельхозного назначения. Чётко говорится, когда, где, что можно разжигать. Вот, к примеру, в частном секторе, где вот граждане живут, соседи между собой, часто обращаются друг на друга почему-то с жалобами. Вот если он разводит костёр в какой-то печи заводского изготовления или в мангале, то это не запрещено делать шлыки. Если он на земле готовит между двумя хозяйствами и не очистил почву, не подготовил в радиусе трёх метров, не предотвратил развитие огня, не поставил огнешитель, то это будут нарушения. Какие изменения в работе по надзору и контролю планируются в наступившем году? Расскажите об этом, пожалуйста. Вышел закон от 31 июля 2020 года, номер 248, с 1 июля 2021 года вступает в силу, где будет чётко говорить, что самое важное и самое необходимое для предпринимателей, для граждан, владеющих имуществом, для юрлиц, это то, что количество дней, выделенных на проверку, государством уменьшается с 20 дней до 10 дней. Вот больше 10 дней мы не имеем права находиться на объекте. Также требование такое, что мы чётко должны проверять только по определённым пунктам, чек-листы называемые, как приняты в народе, они у нас на сайтах МЧС России имеются, поэтому гражданин может или юрлицо заранее подготовиться к проверке, открыть наш сайт, посмотреть, допустим, садик, школа, соцобъект. За рамки этого чек-листа мы выходить не имеем права. Малый бизнес исключён из проверок на 2021 год. А здесь с чем было принято такое решение? Ну, это было принято, провести расстеграцию, после коронавируса дать шанс ещё им подкрепить свои силы, встать на ноги, чтобы не душить проверками и штрафом, соответственно. Вот поэтому весь малый бизнес в этом году мы убрали из планов проверок. Какие проблемы остаются нерешёнными в области обеспечения пожарной безопасности? Какие вы видите пути их решения? Ну, значительное количество происходит по имени самого человека. Поэтому всё зависит от человеческого фактора. Разрабатывать нормы, новые требования, разрабатывать новые установки пожаротушения. Допустим, не водяного тушения, а можно делать уже и порошковые, можно делать те, которые вытесняют кислород. Также у нас есть низкая культура у самих граждан при курении в помещениях. У нас порядка из прошлого года 77 погибших людей, 53 погибли мужчины, из них более 50 человек было в нетрезвом виде. Из 77 погибших людей порядка 50 по курению. Что вы можете пожелать жителям нашей республики или посоветовать, дать какие-то рекомендации? Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому нужно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Конечно, у каждой квартиры, в каждом доме, согласно правилам противопожарного режима, должен быть огнешительным, в обязательном порядке. Ну и в случае обнаружения пожаров, конечно, надо звонить по телефону 01 или 101-112, сообщить о пожаре. Спасибо вам, что пришли к нам. Приходите ещё. А я напоминаю, что у нас в гостях был Николай Петров, заместитель начальника Главного управления МЧС России Почувашской республики. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»